Мне придется вырезать очень много моментов, потому что я уже несколько раз проспойлерила. Даже не хотя этого, но я проспойлерила сюжет. Всем привет! Меня зовут Соя. Добро пожаловать на мой внешний канал. Сегодня я хочу поговорить о книге Тролли Пик. Автор Уна Харт. Это подростковая литература Янка Даут. Но несмотря на то, что я уже давно вышла из подросткового возраста, мне эта книга очень понравилась, и я собираюсь читать продолжение. Так вот, о чем эта книга? Речь идет о том, что у главной героини во время авиаперелета пропадает мать. И несмотря на то, что сколько человек вошло в самолет, столько же и вышло, при этом никто не может найти их, и никто не может разгадать эту загадку. Действие происходит в наше современное время, то есть уже существует и... Вы понимаете, что есть Инстаграм, Фейсбук, есть соцсети. Все пытаются отследить, и эта тема становится очень популярной, она распространяется по всему миру, потому что никто не может понять, как это могло произойти. Но так как наша главная героиня Грейс является несовершеннолетней, естественно, она не может жить в она. И, к счастью, у нее находится родственница, младшая сестра ее матери, которая согласна приютить Грейс на тот момент, пока идет это расследование. До этого момента Грейс на самом деле даже и не подозревала о том, что у нее есть тетя. Тетя Вивия забирает Грейс к себе домой. Она постоянно носит черные очки. Она живет посередине леса, в огромном доме с панорамными окнами, который у меня вызывал страх. Особенно всякий раз, когда Грейс гуляла со своим другом, с Томасом, с которым познакомилась в самолете, когда она возвращалась домой или просто когда она опаздывала. И тетя, открыв дверь и спуская Грейс внутрь, еще долго всматривалась в лес. И в этот момент, если честно, когда я читала, мне хотелось сказать, побыстрее, быстрее, быстрее, закрой дверь, закрой дверь. Это было такой момент, я в такие моменты говорю, хотя не понравилось, что это подростковая книга, но для меня эта книга была такой фильм ужаса. Когда Грейс начинает жить в доме у своей тети, потихоньку начинаются раскрываться секреты, тайны. Когда Лора, мать Грейс и Вивиан были детьми, произошел случай, после которого отец забрал младшую дочь, Вивиан, и ушел из семьи. А старшая Лора осталась с матерью. Об этом и о других секретах Грейс начинает узнавать уже впоследствии от Вивиан. И, конечно, некоторые моменты, которые она узнает, например, о своей матери, веркают в ее шоу, потому что ее мама, которая всегда заботилась о людях, которая никому не могла причинить страдания, на самом деле издевалась, измывалась над своей младшей сестренкой. И для главной героини, для Грейса, это, конечно, является шоком. Как такое может быть? Параллельно с этой историей, пока Грейс пытается распутать вот эти все тайны, у Вивиан есть еще и своя жизнь. Она практически ничего не ест. Она только пьет кофе. Она постоянно пропадает. Она ювелир. Она постоянно пропадает в своей мастерской. По ночам она исчезает. В одну ночь Грейс решила проследить. Проследит за своей тетей. И она и обнаруживает вот эту, скажем так, второй мир. Вот этот тролль и мир. Вот, естественно, и она подставила свою тетю, но, несмотря ни на что, это их очень загружает. Также в этой книге, помимо троллей, еще и есть ферри. Они играют не последнюю роль в семействе Грейс. Можно сказать, что от ферри все их проблемы. В этой книге, на самом деле, можно найти все. Здесь и фэнтези, здесь и современный мир. Здесь интересно, например, читая до рождения, романтические отношения между главной героиней, между Грейс и вот этим молодым человеком Томасом, с которым связана просто жуткая история. Мне вообще хотелось бы спросить, если вы читали эту книгу, вызывала ли у вас эта книга такой же страх, как у меня? Единственное, что мне немножко не понравилось, в книге есть такое... Такая, скажем так, группировка фэй, которая называется «Дикая охота». Такой, это, можно сказать, элитный отряд, состоящий из 13 всадников. На последних страницах этот отряд «Дикая охота» появляется и, скажем так, делает очень странное предложение тому персонажу, который, на мой взгляд, даже не является достойным этого предложения. «Но чем они мотивируют, что мы потеряли одного всадника, и вот ты теперь будешь вместо него?» Ну, так как это подростковая литература, возможно, это просто мне непонятно, возможно, для подростков, для которых, собственно, и была написана эта книга, возможно, для них это как раз-таки то, что нужно. Финал в этой книге, он немножко скомканный, но так как будет продолжение, то, в принципе, это тоже можно понять. Мне придется вырезать очень много моментов, потому что я уже несколько раз проспойлерила, даже не хотя этого, но я проспойлерила сюжет. Я вам просто рекомендую ознакомиться с этой книгой, и я надеюсь, что она вам понравится так же, как и мне. Ну, и на этом все. Я надеюсь, что вам понравится это видео. Спасибо за просмотр. И всем пока!